Человек забрал права, не представился, не собирается уезжать. Мы находимся в Химках, около торгового центра Леруа Мерлен, 21 мая 2017 года. Должность начальника отделения ОГИБДД ОМВД России по городскому округу Химки, 28 декабря 2016 года. Нам будет выдана номер 09-86-06. Просьба тем, кто транслирует это сейчас на телевидении, пожалуйста, ходите в эти данные, чтобы можно было найти этого человека. Кто собирается вылезать? Нет, вы уже не собираетесь. Регион intentar полицейских. Теперь уже не знают полицейских. Дверев свою закрыватель. Ребята, это моя фантазия. Она закрывала. За сколько? Как ты писал, да? Да. Сказали, что на полиция. На самом основе? Да, вот что. Что будем искать? Зачем он осматривает ее? Зачем она ее смотрит? Зачем она ее смотрит? Она красивая, мы за все знаем. Напоминаю, что без значка полицейский не будет все это. Вот, это номер машины. Даже без каких-либо плакатов, оказывается, у нас тут парковаться запрещено. Рядом с торговым центром Лерой Мерлен. Не хотите сказать, что я на Мерлен? Так, вот значок его. Нет, 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 вы неправильно. Смотрите, давайте вот, если вам просто хотите, я вам объясню, право. То есть, ну, вот это вот убрать, вот с этой стороны. Что убрать? А чем машина мешает? А чем машина мешает? Что убрать-то? А кто вам распоряжение такое дал, что надо убрать? Я не вам говорил, я с мужчинами разговариваю. Ну, мне интересно, но на моих глазах, как бы, вы какие-то претензии предъявляете? Я с мужчинами стою, беседую. Я с мужчинами стою, беседую. То есть, вы не хотите объяснять, ладно, понятно. Вот, единственное, что тут флажок. Это дальнобойщики, видите, тут встали, потому что им не отменяют платон. Их грабят. Вот они тут стали, так сказать, выразить свой протест против этого. Вот, единственное, ну, вот, тут еще наклейка какая-то маленькая. На данный момент вы решаете свои служебные соломышки, вы это понимаете? И вы понимаете, как вы со стороны выглядите. Мы против Платона. И что сейчас вообще в Дагестане происходит? Там большая акция. В Дагестане обманули наших коллег. Так, расскажите, да. Обманули наших коллег. Приехали, как говорится, с Белого дома. Сказали, что, ребята, мы сразу не можем, это вопрос. Ну, мир ищем. Так вот, президент от Растани, сказали. Постепенно мир ищем, ребята. Давайте расходимся. Никто, конечно, ничего не отмять не собирается. Ребята, конечно, выезжать даже уже некоторые не могут. Их штрафуют. Машины на стоянке. Я работал уже почти два года, если честно. Я первый год вообще работал в минусе, в долгах. Занимал, короче, у своих друзей долги. Часто приходилось в холодной кабине побывать. Еле-еле. Так вот. Начали, как же, более-менее зарабатывать. А смысл заработать? Нету, как же. Ну вот, с последнего рейса остался мне. Вот сейчас этого надо еще 13%, я не знаю, сколько там. Поплатить. Дороги вообще нету. Та же Илькутской области. Может, вот нигде, но нету дороги. Че, за что платить-то? Я когда в магазин захожу, чтобы купить одну запчасть, короче, я потом начинаю, думаю, проще. Ну как же так? Получается, от 7 кусок отрываю. Мы вот сейчас оставим свои права. Вот нам не дает. Приехали, вот сейчас ОМОН хотят загонять сюда. Знак вот взяли, короче, повернули. Другую сторону. То есть, по сути, здесь ведь можно парковаться, да? Можно, спокойно. Они запрещают. Да, можно. Они запрещают. Нет, никому не мешаем. Привет. Привет. В ряду лидер ЛПР Андрей Брожукин. И стоянку. Это кажется так. Привет. А можете рассказать, что происходит? Да, да. Дальнобойщики собираются потихонечку. А в чем это связано? Как с чем? С нами не хочет власть разговаривать. С этим и связано. У нас же 22 числа должна была быть встреча с министром транспорта Соколовым. Ну и ждали мы кого-то из правительства. По причине введения системы Платон. То, что дальнобойщики недовольны по поводу того, что у нас в отрасли вообще много проблем наших отраслевых. И Соколов отказался от данной встречи. Сказал, что конфликт локализован, проблем нет. Вот. И это не только здесь собирается. У нас на всех подъездах в Москве подъезжают машины. Потому что власть, оказывая на нас давление, на себя давление не приемлет. Но, видимо, придется ее оказывать. Потому что по-хорошему они не хотят разговаривать с гражданами своей страны. Ну, то есть они обещали встречу 22 мая, а теперь отказались? Да, все категорически. В категоричной форме сказали, все, встречаться не будет. Ну, то есть и вот то, что люди здесь стали, они добиваются все-таки этой встречи, да? Люди добиваются вообще реформирования транспортной отрасли как минимум. Там много нюансов, много требований у нас разных. Вот. Но сейчас это выражение, да, нашего недовольства, то, что встреча должна была быть. На этой встрече мы хотели озвучить ряд наших проблем. Мы хотели предложить решение определенное по данной проблематике. Вот. Но, к сожалению, у нас не услышали. Обманули это? Обманули, конечно, в очередной раз. Ну, как всегда, это бывает. Спасибо. Подождите, подождите. Подождите, а вы разве, вот здесь говорите, долой власть, грабящую народ. Кто-то признает себя властью, грабящей народ? Скажите, пожалуйста. Нет, вы обратились к этому плакату. Я вам еще раз говорю. Вот тот... Если вы сейчас не уберете все с машиной, не разойдетесь, то мы примем физическая сила, специальное средство, доставление отдела полиции. Мы приехали в Леруа Мерлен. У нас есть чеки о том, что мы являемся покупателями этого комплекса. Хорошо. Я вас еще раз говорю. Вы нарушаете все 54-го избирание закон, будьте добры, убрать, иначе мы вас будем доделать. Мы вас тоже предупреждаем, что вы нарушаете тоже закон. Вы нарушаете свои служебные полномочия. Они имеют право... Вы за это тоже будете в конце концов... Подождите, я ответил. Нет, нет, нет. Нет, сейчас. Вот сейчас. Нет, когда будет, это другое дело. Послушайте, вот сейчас, на сегодняшний момент, они имеют право быть стороной переговоров с правительством наравне. Это определено... Вы кто, извините? Харапов, Игорь Валентинович. Вы представитель этой организации? Там, да, как советник. Так вот, дело в том, что правительство нарушает их право, закрепленное в законе, на коллективные переговоры. Оно уклоняется. Там предусмотрена... Подождите, уголовная ответственность. И они тогда вынуждены выдвигать требования об отстранении той стороны, которая... Они официально обращались? Конечно, обращались. У них много... У нас... В администрацию... Подождите. В администрацию городского украшения они обращались и проведение пикетов. И вас исполнители... Подождите секунду. Одиночный пикет. Я не вижу здесь одиночных пикетов. Здесь одиночный пикет. У вас как исполнителя будет заблуждение. Стоящий. Какой машинный, с блокадом. Мы без блокадов стоим. Подождите. Вам пять минут. Не снимите. Будем задерживать. Валенка. Валенка. Какая player. Так. Тут. – Девушки. Валенки.